всем привет друзья с вами я темыч и настал наконец-то тот самый долгожданный день когда на этом канале будут выходить видеоролики крайний ролик был три года назад вы можете перейти по ссылочке в описании посмотреть его ну а сегодня мы с вами побываем на чемпионате россии по авто звуку формате а мт ну и прежде чем мы отправимся смотреть все эти громкие интересные автомобили ребят не забудьте подписаться на канал поставить лайк этому видеоролику и написать комментарий алгоритмы ютуба надо как-то продвигать эти ролики каждый шорт сейчас набирает более 10 тысяч просмотров и давайте же на этом видеоролике тоже сделаем такую цифру ну и здесь оставлю qr кодик на свою тележку перейдите подпишитесь стараюсь выкладывать туда интересный контент из своей жизни и не только но я вам желаю приятного просмотра погнали что я добрался до мероприятия автозвук как всегда он проходит на городском аэропорту и здесь я вам скажу достаточно много интереснейших автомобилей есть на входе сразу встречает такая лютая тойота камри если сразу показано в каких стилях какой стилистике она раньше была и пола то что она была изначально обычной стоковой и потом еще в несколько разных ливреев очень лютый злой стиль стиль дендер по салончику там сразу видно куча кубков разных видимо много где участвовал в каких соревнованиях кстати вот не знаю что по подвеске у этой камри вроде бы как ощущение что как клиренс как будто меньше просто еще колеса в основном дать стоят резину вот с этими наклеечками тоже все начернено жирным таким слоем ух везде клеится как будто маленько переборщили с чернителем накинули здесь такие небольшие пластиковые накладки сам я бы не сказал допустим что это прям какой-то обвес на камри но стиля явно придает я думаю это какой-то такой ну кастомные какие-то решения тоже может быть кто-то производит буквально небольшая маленькая такая конторка или может вообще какой-нибудь самопалку каким-нибудь мастерам дали задание просто вот изготовьте нам какой-нибудь небольшой там пластик на тойоту камри вот пожалуйста прям так что просто демперочки подчеркнуть пороги кстати фары как будто можно было сделать посветлее вот это самое интересное суппорта и мам дэмс как вам по мне так очень симпатично выглядит в целом наверное среди обычных стоковых тойота камри такие довольно интересный проект я думаю мало кто заморачивается типа с такой платформой что-то интересное делать по крайней мере я знаю вот две тойота камри это вот эту и гордеевскую но гордеевская там вообще заднеприводная я ее заставлю ехать дальше у нас идет такая интересная тоже целика с фарами такими как умеаты сам тоже такой просто знаете красивый проект он больше не автозвук просто симпатичный на колесах более-менее даже кстати когда-то полировался но такой в голоденке весе вот немножко обслужить а кстати рядом с этой целика стоит тоже не менее интересный автомобиль это toyota starlet тоже минималистично такая целенькая чистая более-менее ухоженный проект на колесиках это у нас какие 14 15 как будто бы 16 встали бы в идеал профиль резины просто большеват 16 ставишь профиль поменьше и прям я думаю на лето по крайней мере вообще идеально слышь басит нормально отделы нормально будет брат и чё чё здесь явно прокладки вот чё давай залазь за ты чё там происходит в пися музыка играет и слышал уже ходил отсюда слышно ходить здесь что цена хера тут сколько вот меня не было по ебил домов видал но вообще при контейнер очков посмотри сколько контейнер очков навезли ну скоро вот это все же застроят домами да где-то встать в тень а где тень но кастанье что ехать приехали а я застрял здесь вот тоже такая инсталляция типа велосипеда с колонками чисто bmx и здесь вот можно музычку навалить понятное дело что передвигаться как бы не получится наверно хотя наверно здесь стойки убираются и на бегах крепится кстати да вот оно реально так и стоит на бегах оно ездит прикольно здесь вот мы подошли уже к сцене здесь выезжают участники соревнуются типа там разные классы 130 140 150 цепел вот там кто ближе там сделает и не перешагнет абсолютно разные автомобили тоже соревнуются типа вот приора о кстати это вадима автоазарта привет вадим если смотришь этот видеоролик прикольная кстати приорка какая приора это гранта ну вы все поняли ну вот как вы могли заметить сейчас там проходит соревнования по 140 24 два года назад крайне раз я когда был здесь на соревнованиях они вообще были четные числа типа 130 140 150 децибел а сейчас добавили еще вот после запятой типа 140 24 чтобы там уже не в один децибел а там в одну десятую в одну сотую соревноваться ну что было и уже какой-то интерес вот как соревнования все равно там развивается уже в этом масштабируется все равно типа за два года ну достаточно много интересных новых проектов я скажу появилась то есть есть конечно какие-нибудь старички по типу вот этого автомобиля любом случае с каждым годом это мероприятие набирает какие-то новые обороты новые участники приходят проекты строятся там все равно это какая-то туса знаете на выходных просто приехать поставить свою тачку для его поучаствовать соревнования прям реально готовятся люди там нашпиговывают свои автомобили всякими разными там вот этими колонками сабвуферами вот этими всякими принадлежностями для автозвука вот здесь вот тоже чемпион любитель какой-то марчок и хондочка вот тут всякие под капотом проводочки усиления питала но это конечно стоит очень много денег раньше все тюнинговали там четырки пятнашки гранты приоры сейчас это больше японские какие-то автомобили типа тойоты хонды конечно взять какую-нибудь приору там четырочку это в любом случае конечно дешевле чем просто какую-то тойоту самое главное что это развивается и помимо даже конечно тойоты сейчас на сегодняшний день здесь преобладают здесь есть еще куча других интересных автомобилей которые я вам обязательно сегодня покажу как мероприятие камеру цеплями и кровавыми эти музыка слишком громко кровавая дресня пошла вот так прикольно сделали ты кстати заметил что меньше русских автомобилей стало именно больше японцев понятно они уже сгнили все русские автомобили рассыпались нахер а так да японцев много в красноярске почему-то вот это уже испокон веков народу на подобные мероприятия собирается больше раз в десять не знаю почему в новосибирске как-то тухловато мы в красноярске были когда вот месяц назад там как раз спарта делали мероприятие ехать б***я просто протолкнешься было у машин было раза в три больше ну и соответственно людей не это конечно там вырезать можно не в обиду как бы новосибирску просто здесь почему-то люди как-то на такую движуху тяжело раскачиваются то все равно типа я буду два года назад когда я здесь снимал сейчас круто сейчас уже лучше два года назад видно как-то новосиб просто маленько отстает два года назад здесь было все в русских автомобилях абсолютно я думаю были какие-то японцы но сейчас там инфинити какой-то с сабвуфером на весь багажник стоит больше милиции не маленько больше рекламки я думаю пойдет замутим тебе в каен багажливое сабвуфер каен надо разыграть среди подписчиков я готовлюсь я его сейчас сделаю б*** вообще классно и пускай ребят не выиграют я чисто случайно я выиграю потом скажешь там установка что это мы ехали б***ь манули нахуй сто процентов да да сто процентов да что это такое а это элементов капота что-то чего начинается автозвук самый главный с переборки мотора перебрали мотора перевалили днище да работа по салоне вот рычаги спортивные поставили да это самое главное да начинается шум уже примерно где-то потом когда ты сто тысяч вложил так потом начинается автозвук а вот сто тысяч тут уже на четыреста минимум если не своими руками делать все дальше автозвук они мы не поставили у нас один короб а да на одну колонку нам хватило да мне очень нравится как подководку за бабаха здесь смотри как бы хоть и один динамик но карабасина смотри во весь багажник прям чётенько скорее всего форт либо щелевой либо куда-то дырка в бок организована но должна валить неплохо в этом кузове а вот дудка у них была видимо ранее кстати мы такую собирали офигенный короб ну как бы в своё время то есть на этом коробе нормально резали я помню короб в гараже 54 сейчас я озвучу не очень круто что люди все равно там подходят с каким-то ну мелочами вот с этими вот доделывают но это все равно интересно было бы посидеть типа в московском мероприятии где-то вообще там типа ну не пять миллионов где-то зарыто и это не конец я уже такие машинки видел я же к предведю заезжал в эту поездку там ебаный в рот я говорю вы заебали там уже результаты как взрыв ядерной атомной бомбы там просто децибел уже сто восемьдесят я говорю какие сто восемьдесят там уже вышли ну да я уже решаю вот люблю такую темпу я ни разу не катался но мне было очень интересно надо попросить дадут бахнуть так-то кайфовенько смотри на пластиковых трубах чтобы хорошо по асфальту рептило ну конечно всё чётненько и на моторчик мне что-то интересное всё да а чё случилось я думал он стоит привет извините я не знал ааа вон он у вас рассыпался ёкраны а он больше стендривер пока не ест вон ездит а я думал мы сейчас кататься будем я понял понял ну пацанов подразобралась маленько ну ничего не трогай не трогай были не в курсе о друзья хотел бы вам напомнить о том что этот канал смотрит большинство людей без подписки поэтому спускайся сейчас вниз нажимай на эту большую красную кнопку подписаться и после того как она станет серой ты уже не пропустишь новый видеоролик ну а я пойду дальше рассматривать интересные тачки Nissan Nissan Toyota Toyota Lada Honda Subaru Honda восьмёрочка и Infinity чисто сабвуфер на весь багажник интересно что-то у него из музыки ещё там сделано по картам я думаю ну должно быть я думаю не просто же он сабвуфер поставил здесь какие-то ещё вот вентиляторы охлаждения наверное это все системы в любом случае греется чтобы вот это как-то охлаждалось было здесь вот внедрено установлено феник кстати вот по салону тоже тут заряженный по три колоночки в каждой карте аккуратно сделано кожа зашита карбон по центральной панели ну вроде похож на настоящий по ручкам тоже карбончик такой симпатичный такой проект вот таких проектов побольше он кстати сам по себе такой перерывающийся цвет то есть из зелёного в такой фиолетовый больше вот такие проекты я конечно больше люблю просто сток марк красивый выкрашенный открашенный наполированный почти по сути даже без обвесов просто на подвеске на красивых колёсах стильный симпатичный пороги по-моему какие-то стоят неродные его и губа вот такой я люблю типа не знаю типа автозвук как таковой меня не сильно прям вот привлекает там вот чтобы я там себе в машину там установил кучу миллиард вот этих динамиков сабвуферы там усилители любые мероприятия с тачками все равно поддерживаю конечно просто кто-то относится там к дрифту кто-то к стенсу кто-то как-то звуку и вот потихонечку собираются такие мероприятия ну здесь походу лобовое тресно на соревнованиях я пока вас не было уже там походил порассказывал чуть-чуть про ваш автомобиль в любом случае вы владелец как бы больше знаете о нем вот мне самое главное интересует как вот дошли до того что пруд сделали просто в багажнике на самом деле взяли идею ну не полностью всю а часть идеи взяли у чемпиона мира по стенс движению у бразильца короче подобная тема в багажнике вот мы увидели просто немного доработали ее превзошли можно так выразиться его всем зашло то есть за сегодняшний день сколько людей прошло мне кажется никто не сказал ни о чем там ну либо все в таком духе да все подходили с ровным лицом вдоль машины когда подходили к багажнику то есть у людей было вау но мне сам по себе проект понравился в любом случае toyota camry она как бы редкая так скажет платформа для кого-то что машина да на которую ничего нет в принципе как-то стараемся самым весом кастом получается или ну где-то производит все равно на черный элемент нет это все штамповка а уже губы которые наклеены пороги то есть непосредственно накладки это все кастом по музыке у вас тут что прям заряжена по музыке нет в круг стоят morello то есть ну так на лайт просто для себя никаких там нет ни давлений ни громкого фронта ничего то есть так чисто послушать то есть кубки они не по музыке да нет кубки именно вот по если на них посмотреть там написано тюнинг стайлинг раньше категория называлась сейчас тюнинг шоу а то есть за стайлинг тоже на автозвуке дают да то есть есть категории не только автозвука есть и тюнинга то есть здесь уже больше проект так скажем немножко музыки чуть больше красоты на музыку здесь нет упора вообще упор на визуальные да составляющие ну визуальные да внутренние какие-то моменты переделки то есть все что связано с изменениями ну 12.5.1 то есть вот эта категория 12.5.1 не ну очень симпатичный такой да проект вот он на входе тут стоит прям мне прям засыпью спасибо где масло, загар пожалуйста берем перышки что зависит с каких пор на автозвуке это мази загары, масла видишь тут девчонки занимаются продают ништяки да? что это можно с ними делать? юхать вкусненько это только юхать? блин я вообще всякий это вообще куда? это типа ароматизатор для машины? да вактошка получается на дефлектор и есть рум спреи это сейчас новинка их очень любят что можно на текстиль на любой то есть нигде ни следы ни бядины а его можно дома ставить так что он вот это один это другие уже а это можно на текстиль прям мазать да ну я сейчас покажу смотрите футболку ну то есть элементарно что никаких ни следов ни бядины ни на белом ни на о мужское прям кайф звук такой стоит? 590 он типа как как духи как туалетная вода или как? текстиль получается в машину на текстиль вообще куда угодно на коврике вот у нас кот скажем входит пизить и запах потом а именно сами запахи неприятные а и плюс еще дает вот этот аромат в подарок я вам положу это бальзам после укусов насекомых то есть на природе он как раз меня всего вчера исхерачили да потому что она немного ну пробник не очень удобно конечно но ну типа так вот все сегодня вечером буду делать вот так вот вкусняшка блин она вкусно пахнет ну она нейтрализует да запахи типа вот это прикольно у тебя просто такая жара сейчас столько запахов будет бля здесь вот как обычно на таких мероприятиях сэндвичи попкорн какие-то напитки всякие лимонадики кайфово можно как обычно приобрести выпить покушать перекусить и дальше следить за мероприятием смотреть автомобили там и наблюдать за соревнованиями 15 лет по этим автозу к мероприятиям хожу для меня удивительного ноль понимаешь это пацана кто смотрит да интересно ну тебе было бы удивительно в москве там типа в москве да некоторым моментом я еще удивляюсь я удивился мероприятию дрифтерского на котором мы побывали дрифт экспо да дрифт экспо 240 дрифт тачек в одной точке да больше чем по-моему здесь машин там выставка еще там короче до хрена всего единственное шашлык детской дорогой косарь 200 за кусочек шашлыка 4-3 кусочек там 240 машин участников плюс выставка сколько там зрителей и конечно я думаю просто там место ну не полторы тысячи за шашлык я думаю там само по себе место именно дорогое тут поставь полторы тысячи за шашлык его сожгут через два часа скоро у нас будет мероприятие get it low где тоже соберется куча просто низких автомобилей там я думаю по-любому там откуда-нибудь приедут типа Кемерово, Томск я думаю тоже соберется такое неплохое пати где вот уже можно будет присмотреть побольше таких интересных проектов здесь в любом случае здесь в любом случае есть красивые автомобили но они больше конечно с автозвуком связаны вот типа вот такого автомобиля то есть вроде стильно красиво на дисках низко но вот вся дверь повешена в колонках здесь уже как бы и автозвук присутствует и просто такие такой полостенц проект повседневный я думаю ну а здесь уже конечно больше автомобилей то есть они именно денег так скажем вложены именно в саму музыку то есть куча там проводов усилителей динамиков сабвуферов то есть по сути по большей части деньги вложены типа в это а внешка это уже как бы ну второстепенно то есть хорошо что она есть там ну просто какая-нибудь вот такая что-то в таком стиле самое главное чтобы она просто уже как-то ну немножко хотя бы выделялась был не просто сток а все остальные бюджеты я думаю просто идут в музыку вот так примерно выглядит каждая маршрутка – но 2 двери с кучей колонок здесь огромнейшие усилители куча проводов конечно чтобы это все выдавало и играло мощно вот такой вот здесь тоже пульт с которого все это управляется очень мощные такие проекты и вот таких ну вот каждая маршрутка вот примерно вот так тоже зашпигована там внутри тоже она отделана чтобы прям ни один ни одного сотого дБли никуда не потерялось вот примерно вот так вот это все выглядит это просто проект именно вот для соревнований вот так они примерно выглядят Как раз здесь все вот этот вот короб, здесь как раз ставится стульчик, там педали. Потом, когда это все приезжается, просто стул убирается, рульс там поднимается, это все зашивается. Полностью это все скотчем армированным, там обклеивается и уже участвует. Вот здесь, видимо, уже доучаствовалось. Ну, это вот как раз один из тех проектов, который прям вот подъезжает, выдает всю свою мощь и спокойно уезжает, ставится на эвакуатор и уже едет спокойно дальше в бокс дорабатываться, не знаю, что-нибудь там доделываться, там добавляться еще куда-нибудь лишних пару колонок, чтобы на следующий год там на полтора децибела больше на сравнованиях выдать показания. Вот такой интересный тоже проект, это Кислотный Мьюзик, у них есть Алтеза, тоже симпатичная, в таком же, ну, в таком же цвете. Вот тоже шестерочка, ребята собрали, она там вроде тоже вся зашумлена, открашена, ее ребята строили, ну, можете посмотреть, тоже перейти на канал Кислотный Мьюзик, посмотреть, как они ее собирали. На каждой выставке привлекает свое внимание, прям интересно подойти посмотреть. Я думаю, по-любому тоже музыка эта немножко пигована. Вот примерно вот так выглядят багажники в купешных автомобилях, это вот все заставлено. Конечно, здесь картошку уже не повозишь, вот так примерно будет дверь. Обычно еще, кстати, вот здесь вот полностью тоже это все зашивается, то есть вот эта вот вторая часть, уже второго ряда, заднего нет, это все зашивается. Тоже устанавливается там куча миллиардов этих колонок, вот как раз в основном, типа, берут какие-то купешные автомобили, чтобы как раз зашить уже второй полностью ряд. На водительском и пассажирском, как бы, ну, можно ездить спокойно, а сзади уже там куча вот этих колоночек, шумки. И весит все это тоже очень много. Кстати, напишите в комментариях, типа, если было бы интересно снять на подобную Жигу обзор, типа, сколько она стоит, посчитать ее тоже такие же бюджеты. Ну, вот как мы делаем, типа, с тачками, которые там стенд спроект, дрифт проект, тоже Жига, автозвук, сколько было вложено денег и для чего это все нужно было. Вот тут регулируется как раз бас, вот все в колонках, все обшито. Напишите в комментариях, если нужно снять на какой обзор. Вот, кстати, могу показать вам проекте, о котором говорил, как раз вот здесь по центру распорочка, и здесь у нас все зашито, 4 динамика, все плотненько. Прям сильно мощно, я думаю. Ну, примерно, я думаю, порядка, ну, 150 дБ, он 100% часто, может быть даже 160-170, я думаю. Сами там можете посчитать, сколько колонок на двери. Ну, вот такие проекты, я думаю, они уже больше, типа, на них, я думаю, можно уже поездить, но это уже менее повседнев, так скажем. Именно больше там подсоревнования, ну, хотя, я думаю, в целом люди тоже, может быть, ездят на таких. Здесь также куча усилителей, охлаждение там сделано, проводочков куча. Ну, все стандартно, в общем. Че, как мероприятие? Сложно, больно, и вот все вот это вот. Все сгорел? Слов нет вообще. У меня день начался в 6 утра предыдущего дня. Я видел, кстати, да, твои сторисы. Да, и сегодня, наверное, в час ночи закончится, я уже потерялся. Не, ну, кстати, очень много в этом году интересных таких автомобилей, по крайней мере. Да, с початкой было бы попроще. Вообще, побольше народу собрали. То есть, из-за площадки так столько приехало? Да, 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 и из-за переноса. То есть, мы планировали уже в субботу это организовывать, а выпало это все на воскресенье. Сто тридцать шесть машин участников, но остальные там выставочные. А там озвучивали 250 участников, вроде. Это количество участия в классах. То есть, один участник, грубо говоря, участник в классах, считается, что вот он участник несколько. А давно приняли вот это вот, ну, новое нововведение, типа, не просто 130 доставил, а 130 и 24? Ну, это, на самом деле, такая фишечка прикольная с поиском баланса систем. В одну десятую, в одну сотую? Да, да, в одну десятую, в одну сотую надо стрельнуть. Иногда просто получается прям тихо-втихо выстрелить, это эмоции прикольные. А если уже перешагнул, то все? Да, все красным загорается. Не вернуть обратно? Да, уже не вернуть, а обратно. Понятно. Можно там 140, 22, поехать, все, 22, если система позволяет. Несколько классов сразу доезжает. Поэтому у нас так все и затягивается. В 7 утра заезд, а вот сейчас время сколько? В 7 часов, наверное, вечером. 12 часов, соревнования идут. Самое главное, что это все развивается. Вот это очень хорошо. Будем стараться. Так что подписка, лайк, полетели. Расскажешь, что-нибудь немножко о своих автомобилях, семейных, как я понял? Да, это семейное как бы увлечение у нас. Старший поднимается от него. Мне тут перешло увлечение, так сказать. Автомобиль был укуплен за 26 тысяч рублей, когда мне было 13 лет. Постепенно улучшался. Синус 700, Синус киловатт. Концент студия, Фронт 2Х. В общем, такого класса. Получается, мне недавно исполнилось. 18 лет, за мной имеется 7 кухов. И был чемпионом Сибири. В классе Синус 700. Ну, такие дела. Очень круто. А Краслер тоже на музыке заряженный? Краслер на музыке, да. Тоже классы старше, классы выше. Концент студии, Синус 4К. Можно... Такой, но он прям ретро-ретро. Ого! Да, здесь тоже трехполосная система. Полностью итальянские компоненты. Это настоящее золото. Такого больше ни у кого нету. Но пытаемся своими силами... Вот такие проекты уже намного интереснее. Не просто какой-то деревянный короб, он открашен, да. Ну, есть. Стильно прям очень выглядит. И заняли что-нибудь на нем? Да, второе место и первое. Да, второе и первое место сегодня. Восьмерка, два третьих. Велосипед первое место. Тоже результативный весь план. Третий этап подряд первое место. Единственный участник в целом на этих Сливаке. Нет, почему? Еще были участники. Еще на велосипедах прям? Нет, был багги. Еще что-то, наверное, честно говоря. А, то есть это отдельный класс велосипеды, багги, там... Мото. Мото, да? Ну, там вся техника, то есть, может быть, и вот эти три цикла, в принципе, ну... То есть это все под один класс уже, по-моему. Ну что, друзья, вот и подошел к концу этот видеоролик. Побывали на автозвуке, посмотрели громкие интересные тачечки. Все это показали вам. Еще его Ванчик был в этом видеоролике. Кстати, ссылку на него оставлю в описании. Не забудьте перейти и подписаться на него. Ну, а на этом у меня все. Не забудьте поставить большой палец вверх, написать комментарий, подписаться на этот канал. И, скажу по секрету, отснято уже несколько интереснейших видеороликов. Поэтому, чтобы не пропустить, ставь колокольчик, подписывайся на мою тележку. Ну и на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч.